Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлант Лайф. Не отпускает нас сирень. И мы снова и снова под разными предлогами возвращаемся к этой культуре. Вот и сегодня выпуск посвящен сирене. На этот раз сирене Престон. Эта сирень удивительна и прекрасна, хотя в наших садах встречается очень редко, а зря. Если вы не знали, то скажу, что эту сирень Престон никогда не найдете в дикой природе, так как это гибриды. Зачем? Зачем, спросите вы. Неужели мало сортов у обыкновенной сирени? Или гиацинтовой? А может вы забыли про сирень Мейера? Почему Изабелла Престон с такой настойчивостью занималась гибридизацией сирени? Ответ прост. Климат в Канаде, во всяком случае в некоторых ее регионах, не подарок. И виды сирени, которые великолепно чувствовали и цвели себя в Европе, в Канаде становились большим разочарованием для садоводов. В тот момент, когда сирень должна была зацвести и наполнить своим ароматом участок, обязательно наступали возвратные заморозки. Цветочные почки обмерзали, и садоводы целый год снова ждали цветения. Поэтому целью Престона стала получить сирень позднего срока цветения. И у нее получилось. Ей удалось скрестить между собой волосистую и паникулую сирень. Более 80 сортов было зарегистрировано, и эти сорта стали называть сирень Престона. Интересен и тот факт, какие названия она выбрала для большинства своих сортов. Они названы в честь шекспировских героев. А какой у нее аромат? Он не похож ни на что. Это не запах из детства, который навевает обыкновенная сирень. Это не любимые бабушкины духи красная мошква. Такие ассоциации у меня с запахом венгерской сирени. Это что-то необыкновенное. Королева декоративного садоводства, так называли Престон современники, сделала подарок не только садоводам Канады, подарив им сирень, которая у них цветет. Она сделала подарок и нам. Ведь если в саду собрать несколько видов этого удивительного растения, то краткий миг цветения сирени можно растянуть на полтора, а если погода позволит, то и на два месяца. Теперь немного об агротехнике и сортак сирени. Престоновская сирень по агротехнике не намного отличается от сирени обыкновенной. Так же, как и обыкновенная, она не любит кислые почвы. Ей по нраву нейтральные или слабо щелочные. Так же, как и обыкновенную сирень, формовочную стрижку мы делаем после цветения, чтобы кустарник успел заложить цветочные почки, а омолаживающую ранней весной или осенью, когда вегетация закончена. Санитарная стрижка ведется круглый год. Но принципиальное отличие у обыкновенной сирени и сирени гибридов Престон все же есть. По зимой и морозостойкости она ближе к венгерской. Менее требовательна к плодородию почвы. Более благосклонно относятся к перевувлаждению. Вспомните, как выглядела обыкновенная сирень прошлым летом, когда дожди шли не прекращаясь. Почерневший лист, мелкие неполноценные приросты. А Престона? Престона в этот же год выглядела идеально. По срокам посадки и пересадки. Все то же самое, как и с обыкновенной сиренью. Если вы пересаживаете сирень или сажаете с комом земли или открытой корневой системой, то оптимальное время для посадки и пересадки это с августа до октября. То есть осень. А вот контейнерную сирень можно высаживать и весной, и летом, и осенью. Так как агротехника этих гибридов очень схожа с обыкновенной сиренью, то советуем посмотреть ролик, посвященный ее агротехнике. У нас есть целый мини-сериал, посвященный истории агротехники сирени. Ссылка, как обычно, внизу в описании. Мы не будем в этом сюжете подробно рассказывать о сортах. Оставим эту тему для другого сюжета. А просто предлагаем насладиться видом этой удивительной сирени. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова